8 из 10 особо тяжких преступлений совершается в нетрезвом виде. Под действием алкоголя изменяется до неузнаваемости моральный облик человека, притупляется интеллект. Рост потребления спиртных напитков всегда провоцирует рост преступности, особенно таких тяжких деяний, как изнасилование, избиение, кражи и убийства. Профилактика – один из лучших способов борьбы с зеленым змеем. Сегодня в незапланированный рейд по питейным заведениям Чебоксар отправился народный контроль. Бар, расположенный в жилом доме на проспекте 9-й пятилетки, не только нарушает покой жителей дома, но и мешает работе в соседних магазинах. Разбитая дверь сразу сигнализирует о том, что ночью здесь неспокойно и крайне небезопасно. В нашей работе постоянно мешают такие заведения. К нам люди боятся просто заходить. Вечером здесь стоит толпа пьяная, неадекватная. И мы не можем и работу свою продолжить, а в выходные дни здесь просто ужас. Они вот здесь даже висят на этих перилах, пьяные люди. Невозможно. Показать документы представителям органов власти администратор бара отказалась. Пока женщина суетливо набирала номер владельца заведения, народные контролеры во главе с депутатом городского собрания проверили условия работы бара. Если бы здесь были, производились какие-то дискотеки, какие-то развлекательные мероприятия, это было бы понятно. Здесь стоят бочки с пивом, какие-то игровые автоматы непонятные. Что это за игровой автомат? То есть его когда надо включают, когда надо выключают? То есть это очень много нарушений. Мы этот объект тоже должны дальше проверить, что мы с ним будем делать, потому что здесь также продается алкоголь в густонаселенном пункте проживания. Круглосуточно. Такого не должно быть. Провести более тщательные проверки председатели делегации обещали и в других заведениях столицы, которые уже вызвали нарекания и претензии со стороны горожан. Ирина Клементьева отметила, что основная цель рейда – спасти молодые семьи от распада, виной которому пьянство. Молодые люди приходят в бар, в котором пропивают все семейные сбережения. Это настоящая беда современного общества. И закрытие заведений, в которых алкоголь можно купить по доступной цене и в любое время суток – один из способов борьбы с ней. Я прошу всех горожан, которые знают такие объекты, точно так же с народным контролем выходили, обращались тоже сами, потому что весь город не объедешь, а все, кто видит такое безобразие, и мы, люди, должны все сделать, чтобы закрывать объекты. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика.